Наше предприятие входит в состав холдинга по производству лекарственных средств в Обнинске. У нас, иначе говоря, представлено различное оборудование для производства лекарственных средств от гранулятора до автоматической линии по наклеиванию самоклеящихся этикеток. В конце года мы провели модернизацию и начали производить замену моральной и технически устаревшего оборудования. Я работаю 20 лет главным технологом на производстве и хорошо знаю все технологические процессы на предприятии. Выбор нового оборудования взамен технически непригодного я производил самостоятельно, согласуя его с руководством перед покупкой. Работа была, по сути, непростая, техники на рынке представлено многое, изменились и автоматизировались процессы. В планах модернизации стояла и покупка реактора для производства препарата для инъекций. Старая машина на участке приготовления растворов постоянно ремонтировалась, и мы не могли иногда вовремя поставить препарат заказчику. Так как я уже выбрал много различных машин для нашего предприятия, у меня был небольшой опыт по подбору и остались контакты некоторых надежных производителей техники. Я начал связываться по телефону с производителями и уточнять, смогут ли они произвести реактор для производства растворов для объема не менее 200 литров. В качестве основным критериев я указал компактная машина с автоматическим управлением. Сначала я обратился в компанию из Германии, которая предложила мне ректор для приготовления фармацевтических растворов 300 литров, однако она уточнила, что весь процесс доставки, таможенное оформление и монтажа оборудования не входит в стоимость. Доставка могла затянуться, и я отказался. Потом я связался с компанией из Новосибирска. Она сказала, что они не производят автоматы такого типа, однако вообщем, если мы можем подождать, они готовы спроектировать и произвести машину, но это будет не раньше следующего года. Я не был готов ждать так долго. Так как у меня не получилось найти производителя реактора, я решил пойти по другому пути и посоветоваться с профессионалами, которые в принципе работают в сфере поставки фармацевтического оборудования, и может предложат другой вариант машины. Я искал в интернете посредника из России, так как однажды у меня есть неудачный опыт по поставке оборудования китайским посредникам, когда нам привезли линию по фасовке порошка, однако не было. По сути ни документов по установке, ни технического паспорта. Мы долго настраивали линию, консультировались с производителями по телефону, хотя они неохотно с нами хотели разговаривать. В интернете я выбрал три поставщика. В качестве критерия я рассматривал время работы фирмы на рынке поставки фармацевтического оборудования, сайт компании, условия поставки машины. Всем компаниям я позвонил по телефону, чтобы, главным образом, убедиться в профессионализме менеджеров. Специалист одной компании из Красноярска сказала подождать пять минут, но так и не выслушала меня. Такое отношение к клиенту мне не понравилось. Менеджер другой компании из Калининграда поговорила со мной вежливо, задавала вопросы о необходимой производительности оборудования и желаемых сроках изготовления. Через три дня на почту я получил от них восемь вариантов различных реакторов и предложение сделать выбор самостоятельно. Я понял, что у них нет профессионального подхода и мне не помогут в решении поиска оборудования. Последний, третий вариант посредника из Москвы оказался для меня удачным. Менеджер мужчины говорил со мной как с профессионалом. Задавал конкретные вопросы о желаемой производительности машины, габаритных размерах, рассказал об условиях поставки. На этапе консультации он предложил реактор для приготовления раствора объемом 300 литров с автоматическим управлением, который, в принципе, я смог быстро согласовать с руководством предприятия. В течение недели мы заключили договор на поставку оборудования. Менеджер за две недели до поставки сообщил о степени готовности аппарата. Через месяц после заключения договора мы получили реактор. Менеджер предоставил гарантию производителя, технический паспорт оборудования, чертежи, инструкцию по эксплуатации. Мы произвели монтаж автомата и за неделю обучили работников, которые, в принципе, будут закреплены за машиной. Машина представляет собой бункер, который, в принципе, закреплен на стойке. При помощи блока управления бункер с компонентами поднимается на определенную высоту. Существует возможность вращения в пространстве основного бака. Реактором для приготовления растворов поставленным менеджером компании из Москвы мы остались довольны. Грамотная консультация сэкономила мне время и помогла избежать ошибок, которые, в принципе, я, возможно, совершил бы, в общем, если бы сделал выбор самостоятельно. Лучше уделить время своим занятиям и основному роду деятельностей, чем пытаться решить нехарактерную задачу самостоятельно, чтобы, главным образом, полностью не провалить задание.